Привет, меня зовут Валентин, я люблю делать всякие электронные и механические штуковины. Это видео будет немного отличаться от предыдущего, ведь сегодня мы должны поговорить о программировании. А вы знаете, программирование это просто клацание по кнопкам и ничего более. Так что следующие несколько эпизодов будут короткими, быстрыми и максимально информативными. Сегодня будем говорить о цикле FOR и условных операторах IF и ELSE. Во-первых, собираем на макетной плате схему. Десяти светодиодов будет достаточно. В первом скетче сделаем так, чтобы светодиоды зажигались и гасли друг за другом. Для этого используем цикл FOR. В чем его смысл? Посмотрите на эмулятор Ардуино. В каждой итерации цикла мы проверяем условие и, если оно верно, выполняется блок внутри фигурных скобок, а если нет, цикл завершается. Соединяем светодиоды и контакты Ардуино соответственно принципиальной схеме. Используем порты со 2 по 12. Не забудьте подключить катоды светодиодов последовательно с сопротивлением. Загружаем скетч в Ардуино. Ссылки на все файлы вы найдете в описании под видео. Кстати, помните, что при необходимости цикл может работать и в сторону уменьшения. Окей, с циклом пока разобрались. Что насчет IF и ELSE? Очевидно, они нужны, чтобы выбирать действие, если выполняется какое-то условие, или другое действие, если условие не выполняется. Посмотрите на эмулятор. Если переменная i нечетная, срабатывает одно условие, а если четное, то другое. Добавим в скетч условные операторы IF и ELSE. Предположим, мы хотим включить все четные светодиоды на четные итерации цикла и нечетные на нечетные итерации. Будем увеличивать счетчик i, и на каждом шаге возьмем поразрядное i. Это будет переменная light. А в условии IF и ELSE проверим поразрядное i у счетчика цикла и счетчика светодиодов. Таким образом, найдем четные светодиоды на четной итерации цикла. Получилось у нас что-то такое. На этом на сегодня все. Ищите все полезные ссылки в описании. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Еще раз коротко о сегодняшнем видео. Собираем на макетной плате простую схему. Пишем и загружаем скетч для цикла 4. Исправляем скетч и загружаем новый для IF и ELSE. Наслаждаемся результатом. Пожалуйста, не забудьте подписаться на канал. А если вы сильно хотите нас поддержать, переходите на наш патреон. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok